Держи, это твой сценарий, это мой. Давай. Слушай, новость слышал? Какой? Самый богатый человек на планете, Джефф Безос, слетал в космос на своем собственном космическом корабле, собственной компании. Ничего себе. Ну, кстати, знаешь, нашим зрителям не нужна своя собственная компания. Почему? Потому что они каждый день летают в космос с хорошего настроения. Ну что ж, ладно, пойдем туда. Полетели в космос, пойдем вместе. Поехали. Доброе утро! 22 июня на календаре, ура! Это середина рабочей недели, поэтому можно выдохнуть, и уже осталось на выходах совсем чуть-чуть. В этот день вас будут провожать и дарить вам хорошее настроение Николай Захарченко и Юля Руш. Ну что, друзья, начинаем твой день очень активно, и начинаем его с зарядки, потому что зарядка – это признак того, что вы будете 100% в хорошем настроении. Вот если вы делаете зарядку, значит, 100% будет все хорошо. А когда зарядку проводит еще и классный тренер, то все ощущения можно умножить на 10. Конечно. Ну что ж, давайте начинать. Гера, как настроение? Настроение отлично! Привет, друзья! И сегодня я здесь с вами для того, чтобы ваши клетки пресса сгорели, как на сковородке. Погнали? Погнали! Ну а пресс сегодня будет необычный, он будет с гантелями. Первое упражнение. Ложимся на спину, сгибаем ноги в коленях, гантели держим перед собой, начинаем скручиваться и поднимать гантели по диагонали вверх. Второе упражнение чуточку сложнее и потребуется нам всего лишь одна гантеля. Кстати, это может быть не только гантеля, но и бутылка, книжка и все, что угодно. Ставим гантелю перед собой, садимся на ягодицы, руки отводим в стороны, спину напрягаем и выпрямляем, выпрямляем ноги и начинаем поднимать и сводить их вверху. Кому сложно, можно класть ноги на пол. Кому очень легко, ноги на пол не кладем. Делаем небольшую паузу и поднимаем ноги вверх. Для третьего упражнения нам также точно нужна будет всего одна гантеля. Как это выглядит? Зажимаем гантелю ногами, руки мы также точно ставим назад и начинаем выпрямлять ноги и подтягивать к себе. В этом упражнении выпрямленные ноги мы на пол не кладем. Делаем небольшую паузу. Поверьте мне, даже с двумя килограммами это упражнение гораздо сложнее, чем с ногами без веса. Четвертое упражнение, оно самое сложное. Это упражнение делают спортивные гимнасты. Как оно выглядит? Берем гантели в руки, ложимся на пол, прижимаем спину, гантели держим перед собой, начинаем поднимать ноги и выпрямлять руки с гантелями. Возвращаемся обратно. Редактор субтитров А.Семкин Тренировка пресса подошла к концу. Я очень сильно устал. Ребята, с вас хотя бы одно упражнение. Спасибо большое, Гера. Обязательно повторим упражнение только после работы. Пока что надо поднимать и будить зрителей. А теперь мы переходим к завтраку, ведь это неотъемлемая часть хорошего утра. Да, тем более сегодня мы приготовим то, что именно вы любите. Вот ты что любишь на завтрак больше всего? Ну, вот смотри, вот в данный момент прям сезонные ягоды, там, малинку и какое-нибудь овсяное молочко, полстаканчик. Не поверишь, как тебе повезло? Да ты что? Представляешь, именно сейчас наш шеф-повар приготовит то, что ты любишь, только называется это скрэмбл с густой свиной грудинкой. Я же именно это и хотела. Давайте смотреть, приятного аппетита. Всем доброе утро, я Макс Буданцев, бренд-шеф. Сегодня мы с вами приготовим скрэмбл со свиной грудинкой. Понадобятся яйца, свиная грудинка, молоко, соль и для украшения листья салата. Мы разобьем яйца. Понадобится нам 3 яйца, молоко, грамм 40-50 и тщательно взобьем всю эту массу венчиком. Далее порежем свиную грудинку тонкой соломкой, примерно грамм 50-70. Добавим в яичную массу и продолжим затем взбивать. Разогреваем сковородку. Наливаем растительное масло. И готовую яичную массу вливаем в сковородку. После чего даем слегка схватиться и вот так вот в центр потихонечку все стягиваем. Пока готовится наш скрэмбл, подготовим для него сковородочку. Украсим листьями салата и уже готовый скрэмбл перекладываем. Можно посыпать зеленым луком. Ну вот, наш завтрак готов. С вами был бренд-шеф Макс Буданцев. Приятного аппетита! Завтрак у нас получился очень сытный. Готовьте с удовольствием. Приятного аппетита! А еще с удовольствием смотрите Девятка ТВ, ведь у нас каждый день выходят классные программы. А сегодня, например, у нас по секрету расскажу. Давай. Квиз 7 на 9. Ничего себе, никто не знает. И сегодня к нам пришла Ирина Никулина, автосоздачник Квиза 7 на 9. Доброе утро! Доброе утро! Я очень по-моему соскучилась. И давайте мы произнесем это громко для всех сегодня вечером. Квиз 7 на 9. Давайте не будем шептаться, а расскажем эту информацию. С большим удовольствием! В денье 19. 30. На 9. Да, смотрите все еще в группе ВКонтакте. Прямой эфир, да, будет запущена прямая трансляция. Отвечайте на вопросы. И получайте подарки, что немаловажно. Очень классно. Не буду раскрывать никаких секретов, давайте все узнаем сами. Но сегодня у нас необычный день. Сегодня необычный день, случайно Ирину предупредили. Сегодня не Ирина играет с нами по итогам прошлого куиза, а мы играем с Ириной. Я очень волнуюсь, честно. Мы поиграем в раунд, где логика. Самый любимый раунд. Да, 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 да. И мой тоже. Но теперь логика будет наша. Так что посмотрим, каково это. Хорошо, я честно очень сильно волнуюсь. Ваша логика мне пока неизвестна. Она, наверное, таит очень много всего неизведанного. Возможно. Возможно, давайте поиграем. Посмотрим, сколько баллов ты наберешь сегодня. А сколько вопросов будет? Три вопроса. Как обычно. Как обычно. Три вопроса за каждый вопрос. Три ответа. Три ответа за каждый вопрос. Давай так, у меня будет своя градация еще. Три балла дам, если с первого раза сама отгадываешь. Если с подсказками, два балла и один балл соответственно. Посмотрите, дали волю человеку. Диктует уже какие-то собственные правила. Ладно, я подчинюсь им. Хорошо. Хорошо. Давайте перейдем к первому вопросу. Первый вопрос, давайте смотреть, погнали. Сейчас так. Ну тут, думаю, а смотрите, правила какие. Если вместоимение я, мы, то в квизе 7 на 9 используется семья Никулиных, а у нас используется семья разбудительника. В частности, я. Все, я готова петь. Можно? Давай. Давай. И в моменте, и пролетел кота, и день я не заметил. Это опытный игрок, конечно, конечно. Просто заселил. Все, ну слушайте, уже не в сухую. Все, можно расслабиться. Три балла к Гриффиндору, как бы сказал Дамблдор. Идем дальше, следующий вопрос. Так, давайте дальше, волнительно. Так, и что тут нас ждет? Сейчас увидим. Поговорка или покроватое выражение? Вопросы сложные сразу начались. Так, ну рассуждать, как я всегда советую. Так, СССР, Союз, Союз, Страна. Ну нет, я думаю, какие-то могут быть заказаны. Да, Союз, Советских Социалистических Республик. Да. Союз, Старое Прошлое. Хорошо, оставим. Можно сзади наперед пойти? Давай. Так, Макс Барских, Туманы. В голове моей туманы, маны, отлично. Пошла по нужному направлению. Да, правда? Певец. Нет, нет, вот именно по тексту. По типу, по типу, да. В голове, правда? Да, да. Класс. Прошлое в голове. Историю. Давай конкретно историю создания страны вот этой нашей. Историю. Ну, она была такая. Как она появилась? Революция была. Да, свергли. Кого? Царя. Ты очень близко. Без царя в голове? Да. Правда? Да. Ты прекрасно справишься. Ну, это с подсказками. Я бы так сразу без вас бы не разобралась. Баба, забирай себе. Ух ты, это прикольно. Каково это играть вообще? Это неожиданно, а приятно. Здорово, да? Интересно. Вот так вот. А вы только сидите с той стороны, не понимаете. Да-да-да, как это здорово. Следующий вопрос. У меня прям ладошки спотели, я вам скажу. Давай еще раз. Так, это опять ты? Это опять я, да. А кто это на второй картинке? Сейчас я не знаю. Здесь, ну, это субкультура определенная под названием Готы. Ты что, не помнишь, что ли? Они, по-моему, с розовыми были, нет? Это Эмма. Это Эмма. Это Эмма. А, точно, точно. Это Гот. Но суть у них желания, это было одно и то же, примерно. Вот. Это строчка из песни? Я готов целовать песок, по которому ты ходила. Молодец. Да, отлично. Блин. Как будто тебе на неравнение понравилось. Да-да-да. Как будто я выиграла, не знаю, в лотереях какой-то огромный сумм денег. Еще три балла забираю. Получается, у тебя уже 8 баллов. Ты абсолютный победитель. Супер. А вот, кстати, в рейтинге разбудильника сейчас номер один находится. Потому что просто никого больше нет. Давайте ответы посмотрим сейчас быстренько, да, чтобы точно удостовериться. Я в моменте, как мы все поняли, следующий ответ. Без царя в голове. И знания Макса Барских не пригодилось. Я готов к твоей песке, конечно, все верно. Если вы тоже ответили так же, вы тоже получаете 8 баллов или 9 баллов. Мне очень понравилось с вами играть. Ребята, спасибо вам огромное. Но давайте же все-таки посмотрим, как мы играли на прошлой неделе. Давай, давай. Это очень классно. Есть небольшой видос. Мы готовы. Три, два, один, поехали. Я достаточно давно не видела людей с пистолетами в руках. Ты понимаешь, сколько вопросов исторических могло решить комфа? Могло бы. Могло. Ладно. Я бы любую эту девушку с натяжкой девушкой назвал. Дай-ка я разок. Быстренько. Здесь не надо торопиться. Посмотрю. А я знаю, что у котов лучше всего какое чувство развитое. Какое? Чувство голода. По крайней мере, у нашего однозначно. Футболист, как лебедь. Хорошо. Это Криштану Роналду. Он действительно как лебедь. Так ты решил просто проговорить. Все остальные. Ты пел с чувством, с толком, с расстановкой. А ты у меня одна. Словно в ночи. Луна. Словно в ночи. Луна. Вот на этой прекрасной ноте мы переходим к следующему раунду нашей игры. Тут костра не хватает от всего. Как можно своим видом показывать, что ты хочешь в отпуск? Не прийти на работу? А сейчас перестрелка. Ну, слушай, у вас тоже классно. У вас тоже круто проходят игры, поэтому мне все нравится. Ну, не всегда круто проходят. Да, так что ждем и вас, ребята, и вас, наши дорогие телезрители, сегодня в 19.30 на 21 кнопке вашего телевизора или в группе «Девятка Твакера» в ВКонтакте, где будет запущена прямая трансляция. Я думаю, что никто это не пропустит. Да, не игра, а рахат луку. Точно, точно. Ну, а мы движемся дальше. Спасибо большое, Ирина, что пришла. Давайте смотреть следующий сюжет. Всем доброе утро. Пожалуй, жители нашего города уже привыкли отдыхать на скамейках в сквере у театральной площади, при этом любоясь фонтаном. И знаете, мало кто задумывается о том, откуда же появился здесь этот зеленый уголок в самом центре города и как здесь появился тот самый любимый кировчанами фонтан. В 1937 году при строительстве Дома Советов был составлен новый план расширения и реконструкции театральной площади, которая должна была стать новым административным центром города. Уже после войны было принято решение устроить на ней два сквера. В сквере на западной стороне в 70-х годах был установлен памятник Ленину, а лиственные деревья заменили на канадские ели. Второй же сквер был размещен в восточной части площади, на оси улиц Московской и Карла Маркса. В 1951 году при его устройстве в центре был сооружен фонтан. Выглядел он довольно скромно и обыкновенно. Круглая бетонная чаша, а в ее центре большое сопло и 14 трубок поменьше. Но уже в те годы это было излюбленное место для отдыха горожан. А 1 мая 1976 года в театральном сквере начал свою работу новый светомузыкальный фонтан оригинальной конструкции. При переключении реле фонтан менял мощность подачи воды, а водные струи подсвечивались разноцветными лампами. Сила подачи воды и подсветка менялись в соответствии с музыкальным сопровождением. Для того времени в СССР это было достаточно редкое явление. В светомузыкальных фонтанах вода как бы танцует в одном ритме и настроении с музыкальным сопровождением. Поэтому их называют танцующими. Вечером может добавиться еще и динамическая подсветка и получается яркое красочное представление. Для ознакомления с работой танцующего фонтана в Киров приезжали делегации из других городов. Фонтаны по образцу нашего были построены в 20 городах СССР. В строительстве фонтана принимало участие множество предприятий нашего города. Например, завод Лепси, Авитек, Маяк, Красный инструментальщик и завод имени Первого Мая. Для ознакомления с работой фонтана в Киров прибыли делегации более чем из 20 городов. Они тоже хотели переделать свои фонтаны в концертные. Особенно придирчиво изучала проектную документацию делегация из Казани. Им было поручено к юбилею города построить подобный фонтан. К сожалению, светомузыкальный фонтан проработал недолго. В последние годы существования светомузыкальная система уже не действовала, а многие элементы оформления были поломаны. В 1987 году в рамках проекта реконструкции всей площади был составлен эскизный план нового фонтана. По проекту архитектора Арбузова новый фонтан был построен в 2005 году. Новый фонтан статический, но по сравнению со старым светомузыкальным он все же обладает рядом преимуществ. По своему облику нынешний фонтан совпадает за большинством зданий площади, построенными здесь в 30-е и 50-е годы. Также его отличает богатая архитектурная отделка. Фонтан облицован плитами из красного гранита, а в центре установлена скульптурная ваза весом в 10 тонн. Диаметр фонтана 13 метров. В большой чаше 78 сопел разного диаметра, а в центре вазы большая струя высотой до 6 метров. В системе освещения использованы более 170 прожекторов. Даже спустя года фонтан в сквере на театральной площади все так же остается излюбленным местом отдыха кировчан. Здесь все так же назначают свидания. Молодые мамы и бабушки гуляют с детьми. Здесь все так же много студентов и вообще. Без фонтана уже совершенно невозможно представить облик сквера, да и всего города в целом. Изучайте историю вместе с нами. Всем доброе утро! Фонтаны это очень хорошо, фонтаны это классно, фонтаны красиво. А теперь мы продолжим говорить про интерьер, только уже не города, если так можно сказать, а квартиры. Да, сейчас в моде снова возникли комнатные растения, и их много, и большой выбор. Вот возникает вопрос, а как же их все-таки выбрать? Да, тут скорее всего не поможет уже вам обычный дизайнер, потому что важно знать, что не каждый цветок подходит в любую комнату квартиры. Так, а поподробнее? А поподробнее ты узнаешь в рубрике «Распустились» прямо сейчас. Замечательная рубрика. Доброе утро! Сегодня мы поговорим о тех растениях, которые подходят для спальни. Но сначала давайте поговорим о тех растениях, которые не стоит ставить рядом с кроватью. Единственное растение, которое не подходит для спальни, это те, которые имеют яркий запах. Итак, цветы для спальни. Первое, это, конечно же, сенсиверия. Сенсиверия хороша тем, что ночью она вырабатывает кислород, поэтому ставить ее возле кровати будет отличным решением. За ней нужен минимальный уход, поливать примерно раз в две недели. Не нужно опрыскивать, а просто протирать листочки влажной тряпочкой. Следующее растение – это аглоанема, природный санитар. Она поглощает из воздуха практически все группы летучих органических соединений. Ухаживать за аглоанемой несложно. Она любит опрыскивание, и поливать ее нужно примерно раз, два, полторы недели. Но будьте осторожны, у аглоанемы ядовитый сок, поэтому если у вас есть домашние животные или маленькие дети, то лучше поставить ее куда-то повыше. Следующий зеленый друг – это хлорофитум. Он прекрасно очищает воздух от различных соединений и насыщает его кислородом. Я считаю, что данное растение должно стоять в каждой комнате. Еще один из плюсов хлорофитума, что он насыщает комнату влажностью и поднимает ее на 5%. Уход за хлорофитумом также несложный. Его нужно просто поливать, и он дает о себе знать, каким образом. Его листочки становятся бледными. Это признак того, что он просит водички. Еще рекомендую обратить внимание на фикус эластика. Он также хорошо подходит для спальни и отлично очищает воздух. Уход несложный. Раз-два в две недели можно опрыскивать или протирать листики влажной тряпочкой. Также отличным цветком для спальни будет спатифилум. Он хорошо очищает воздух и непривередлив в уходе. Любит опрыскивание и часто полив примерно раз в неделю. Это можно понять, если листики у спатифилума просто опустились вниз. Это не страшно. Просто стоит полить, и вечером он уже будет радовать вас прекрасным видом. Если в вашей спальне появятся эти растения, то сон станет крепче, а настроение по утрам улучшится. И помните, что растения любят и чувствуют, когда вы за ними ухаживаете. Доброе утро! Я прямо сейчас представила, как же будет красиво смотреться такая зеленая спальня. Спасибо большое за такую классную рубрику. Мы продолжаем. И как это важно сейчас в летнюю погоду получать удовольствие от всего, что с вами происходит. Да, но главное помнить, что летом погода, например, часто бывает жаркая. А из-за этого можно получить тепловой удар и даже оказаться в тепловом стрессе. И чтобы не оказаться в тепловом стрессе, смотрите нашу рубрику «Психолог». Там подробно об этом все расскажут. Доброе утро! С вами психолог Екатерина Куклина. Лето невозможно представить без жаркой погоды. Тем не менее, солнечные дни кому-то приносят удовольствие, а другим доставляют дискомфорт. Психологи недавно занялись исследованием, с чем же связаны неприятные ощущения в жару. И выяснили, что такая погода способствует появлению рассеянности и снижению работоспособности. Все эти признаки относятся к тепловому стрессу, о котором мы будем говорить сегодня. Стресс появляется в жизни человека всегда при изменениях внешних условий. Даже если это улучшение, то организм все равно испытает стресс. Так происходит потому, что психике требуется время на адаптацию к новым обстоятельствам. В случае жаркой погоды стресс может быть из-за физиологических причин. Ведь в такой период повышается потливость, риск получить солнечные ожоги и головные боли. К ним добавляются и психологические причины. Это повышение нагрузок и неприятные переживания. Чтобы предотвратить тепловой стресс, важно следовать нескольким рекомендациям. Прежде всего, позаботьтесь о своем здоровье. Если вы поможете себе в жиру достаточным количеством питьевой воды, сбалансированным питанием и оптимальными физическими нагрузками, то у вас будет достаточно ресурсов в жаркий период. Кроме того, необходимо подумать и о психологическом здоровье. Постарайтесь снизить неприятные переживания и добавить приятных впечатлений в жаркое время. Второе. Дайте себе время на адаптацию к погоде. Не старайтесь как можно быстрее прийти в привычный ритм жизни. Не случайно руководители компании сокращают рабочий день в жаркое время года. Физические и умственные нагрузки в данный период должны быть несколько снижены, чтобы помочь организму адаптироваться и преодолеть тепловой стресс. Третье. Пообщайтесь с теми людьми, кто любит жаркую погоду. Спросите их, что им нравится в этом периоде и какими средствами они снимают неприятные ощущения. Уже доказано, что мы заражаемся эмоциями от других людей. Так почему бы не попробовать перенять приятные впечатления? Следующая рекомендация может показаться необычной, но она также эффективна. Попробуйте отнестись с юмором к вашему состоянию. Как известно, любой наш настрой во многом определяет ситуацию. Точно так же, если мы ожидаем жаркой погоды, постоянно вздыхая от грусти, то ощущения в это время будут не самыми приятными. Попробуйте лучше пошутить, сказав, например, что в такую погоду вам как никогда везет. Именно это поможет вам снизить неприятные впечатления от жаркого времени года. Помните, что только внимательное и бережное отношение к себе поможет вам преодолеть любой стресс. С вами была психолог Екатерина Куклина. Доброго вам утра! Спасибо психологу за интересную информацию. Всегда полезная рубрика. А сегодня мы познакомим вас с очередным видом спорта. К нам приходят известные люди, а сегодня пришел спортсмен. Возможно, не такого популярного спорта, как футбол или хоккей, но тоже очень классного и даже более зрелищного. На 100% я вам скажу более зрелищного. Сегодня у нас в гостях Илья Волков, тайский бокс, представляющий. Доброе утро! Доброе утро, ребята! Тайский бокс круче футбола? Обязательно, конечно. Чем? Во-первых, это единый личный вид спорта. То есть у нас не надо на кого-то опираться. То есть нельзя, ты не можешь сказать, что вот, там, Вася виноват или Петя виноват. Ты отвечаешь только за себя. Очень зрелищно ты можешь за себя постоять, не будешь плакать от любого толчка, например, как в футболе. Насколько травмоопасно это вообще? Все зависит от уровня подготовки, от уровня желания. То есть если ты хочешь заниматься на профессиональном уровне, это, конечно, травмоопасно. Если ты хочешь заниматься для себя, то есть поддержать свою форму, где-то там быть более уверенным, то это очень безопасно. Чем тайский бокс для зрителей сейчас отличается от бокса? То есть кроме того, что у всех сейчас возможно мнение, что типа тайский бокс, но это надо ехать в Таиланд, драться где-то вот такое. Нет, тайский бокс. Какое главное отличие? Да, к счастью, тайский бокс теперь доступен и кировчанам, битчанам, да, потому что здесь есть я. Вот. То есть я его привез в том числе и из Таиланда, то есть ездил там на различные семинары, тренировался в Таиланде, да. Вот. Чем он отличается? В первую очередь, это у нас удары руками, локтями, коленями и ногами. И работа в клинче. То есть если в боксе запрещена работа в клинче, то есть это когда мы обнимаем соперника и что-либо там наносим удары, в боксе это запрещено, то в тайском боксе это наоборот приветствуется и поощряется. То есть это постоянно групповые тренировки, да, с партнером? Да, как групповые, так и персональные тренировки непосредственно с тренером со мной. Вот. Тайский бокс – это единоборство, это если не соревнование, если ты не хочешь там идти куда-то в бои, для себя, для поддержания формы, можно его использовать? Да, конечно. Любое единоборство, в том числе тайский бокс, это в первую очередь отличный фитнес, потому что мы поддерживаем функциональную подготовку, мы физически тоже развиваемся, то есть у нас есть работа с железом, потому что если ты не будешь сильным, у тебя не будут мышцы, то ты не сможешь сильно ударить. И вот тогда еще вопрос, это только вот как можно расценивать, как мужской вид спорта, или все-таки девушки к вам тоже ходят? Девчонки у нас ходят, у меня самой младшей девчонки 4,5 года. Ммм, какая младшая девчонка. Родители ее боятся уже. И она та еще тайбоксерша, и в том числе для подростков это очень подходит, потому что стрессы различные, да, там кто-то хочет выплеснуть как-то где-то энергию, вот занималась одна девочка, и она там на протяжении долгого времени занималась, и потом ей родители сказали, Юля, занимайся, пожалуйста, потому что ты стала гораздо более спокойной. Так вот, парни, смотрите, классный лайфхак. Если вы, типа, что-то девушка бесится, просто на тайский бокс ее, потом, правда, сами начните ходить, потому что... Да, надо противостоять. Надо противостоять. Ну что, давай, кстати, попробуем сейчас заодно сделать это. Давай, маленькая тренировка. Маленькая тренировка прямо сейчас. У нас есть специальная экипировка для этого. Это перчатки боксерские. Да, это перчатки боксерские, тайбоксерские. Для любого, в принципе, единоборства. А там правильно? Не нужны перехваты. Понимаю, что чем более профессионализован, тем меньше перчатки. Унций. Да. Смотрите, если мы берем тренировочные перчатки, то они будут весить 14, 16, 18, а то и 20 унций, чтобы нанести меньше урона и чтобы ты физически был более развит. Потому что, когда ты кидаешь 20-унцовую перчатку, потом на соревнованиях ты надеваешь 10 унций, у тебя как пустая рука. То же самое, что и касается бега. Например, когда ты бегаешь с утяжелителями, и потом ты снимаешь их, ты побежал далеко и очень сильно. Ну что, давай. Ну что, давай. Прямо вообще, погнали. Это для правой руки, это для левой руки. Так, пробиваем прямой удар. Бам, отлично. Вторую руку желательно держать около руки, ой, у головы. Левый боковой. Так, левый боковой. Вот сюда бьем, да. Почему? Левой рукой? Левой рукой? Да, левой рукой. То есть вот так. Бам, отлично, хорошо. Правый апперкот. Молодец. Правое колено попробуем. Бам, хорошо, отлично. И пробуем левой, ой, правой ногой. Вот так. Бам, хорошо. Даже на каблуках этим можно заниматься. Не, извиняюсь, я по Юлину парню. Сегодня вечером что-то... Только попробуй что-то ослушаться как-то долго. Хорошо. Я думаю, для знакомства. Да. Да, конечно. Мы показали, что на каблуках этим можно очень легко заниматься. И, знаете, даже просто смотреть, это очень интересно. Как люди, ну, вот удары, потому что они не самые сильные, но в целом удары, это зрелищно, даже сейчас. Представляете, насколько это зрелищно самому позаниматься, это круто. Все. Ну что, спасибо за беседу. Да. Тренировку. Да. Было круто. Занимайтесь тайским боксом, это очень круто и классно. Я считаю, единоборствами очень большое будущее. Вот. А теперь, да, мы продолжаем и переходим дальше. Всем привет, меня зовут Никита Ильин. Это рубрика «Музыка без границ», где мы собираем рейтинг самых интересных треков. Сегодня мы сделали подборку песен, которые были перебеты другими исполнителями. И самое главное, у этих исполнителей получились замечательные ремиксы. Давайте знакомиться. Великолепный летний трек заиграл новыми красками, когда Индиана выпустила трек «Неве-неве». Давайте вспоминать и слушать. Продолжение следует... Когда-то трек «Натали» «Морская черепашка» пользовался огромным успехом. И вот ребята в 2020 году решили взять и переделать его совершенно в другом жанре. Взяли гитары, взяли басухи, взяли барабаны, выпустили настоящий панк-рок трек. «Морская черепашка» четвертое место. «Морская черепашка» «По имени Наташка с очками» «Морская черепашка» «По имени Наташка с очками» «По имени Наташка с очками» Песня Санта-Лючия, которая пела с детским хором, в нашей памяти осталась как детская замечательная песня. До того момента, когда группа Quest Pistols Show почему-то решила взять именно его и выпустить ремикс на этот трек. Получилось? Вы сами знаете как. Давайте вспоминать Санта-Лючия. Санта-Лючия, 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 Санта. Делай, чтоб люди не отбежали бедного музыканта. Санта-Лючия, Санта-Лючия, он парень неплохой. Санта-Лючия, 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 я не воротной. Песня музыканта Санта-Лючия, смотри в глаза мои, но только-только не лечи меня. Острый как чили, я сладкий как мед пчелиный, я и ты знаешь, что эта вечерина будет длинная-длинная. Ничего такого, ну что в этом такого? И снова песня из нашего детства. Знаменитая Макарена послужила хитом 2020 года. Тайга решил переделать именно ее. Итак, Тайга, Макарена, второе место. Ну и на первом месте самый актуальный, самый последний вариант из всех представленных сегодня исполнителей, это Иманбек. Обычный парень, который работал на железной дороге, решил, что нужно срочно сделать ремикс на вполне себе свежий трек Роузас. Итак, Иманбек, Роузас, первое место. Макарена, второе место. Огромное спасибо за просмотр. Если у вас есть варианты своих рейтингов и своих топов, то обязательно напишите нам в социальные сети. Мы ждем именно вас. Всем доброго утра и отличного дня. Спасибо, Никита. Продолжай нас веселить и радовать классной музыкой. Спасибо. Ну что, мы продолжаем и теперь поговорим о следующей теме. Да, досуг в отпуске. Вот, назову ее так, эту тему замечательную. Потому что бывает такое, что вы даже если куда-то уехали отдыхать, наступает момент, когда вы не знаете, чем заняться в отпуске. Вот нечего. Ну, конечно, в свободное время нужно обязательно. Можно, например, на сапах покататься. Можно, например, на пикник сходить. У тебя какие варианты? А можно взять с собой книгу и почитать? Кстати, да, можно на пляже, на пикнике, где угодно, кстати, можно читать. Что бы ты почитала на пляже? Ну, знаешь, почему-то первое, что пришло в голову, это какой-нибудь острый детективчик. Так, как насчет детектива под названием «Один лишний труп»? Ничего об этом не знаю, но готова послушать. Давай узнаем о мнении эксперта об этой книге и потом узнаем, будем читать или нет. Дорогие друзья, остроту и загадочность этому дню придадут чудесные детективы Элис Питерс. Это детективы хроники брата Катфаэля. Нужно сказать, что Элис Питерс – это, конечно, псевдоним английской писательницы. Первый ее роман вышел в 1936 году. Представьте, ей всего 23 года. Она помощник аптекаря и пишет роман о Древнем Риме. Так случилось, что во Вторую мировую войну она вынуждена была покинуть свое родное графство Шропшир и старинный город Шрусбери. И она проходила службу в женском корпусе королевских военно-морских сил. Когда у Элис Питерс, уже преклонного возраста, спросили, сколько книг она написала, она сказала, ой, вы знаете, я не помню. Давайте посчитаем. Это был сборник стихотворений, свыше 70 романов и 15-томное собрание переводов чешской прозы. Однако настоящая слава Элис Питерс придет в 1977 году. Именно тогда на свет появится брат Котфаэль. И он, в общем, покорит сердца не только англичан, а читателей всего мира. Ну, прежде всего, тем, что он по духу очень близок Паттеру Брауну, персонажу Гилберта Кита Честертона. Итак, всего, это хроники средневековые о брате Котфаэле, написано 21 произведение. 21 роман – это классический английский прекрасный детектив, густо замешанный на романтике средневековья. Итак, Элис Питерс – один лишний труп. Действие происходит в Англии в 12 веке. В тихой бенедиктийской обители живет бывший крестоносец и бывший моряк брат Котфаэль. Любимые его занятия – возделывать сад. Такое мирное, прекрасное и полезное, потому что там еще и произрастают лечебные травмы. Но случается казнь мятежников, которые охраняли крепость Шрусбери, и брат Котфаэль находит среди их тел лишний труп. Труп, которого быть не должно. Он понимает – свершилось что-то ужасное, злое. И чувствует свою обязанность. В общем, восстановить справедливость. Покой нам только снится. А вам всем, дорогие друзья, я желаю приятного вечера. С книгой Элис Питерс «Один лишний труп». И давайте исполним завет Анны Андреевны Ахматовой, которая любила повторять «Вечер с детективом». Это прекрасно. Одним из важных элементов хорошего настроения является то, что вы будете знать, что будет с вами происходить в течение всего дня. Интересно, а ты вот знаешь, что с тобой будет? Я по жизни оптимист и считаю, что все будет хорошо. Ну, хорошо. А если я тебе скажу, что будет рубрика «Звездный гороскоп»? Неужели? Тогда я буду прислушиваться именно к этой рубрике, потому что это практически истина в последней инстанции. Давайте смотреть. Всем доброе утро. Это «Звездный гороскоп» на 22 июля. Овны. Планированию бюджета нужно посвятить этот день Овну. Это создаст прочный прогноз на будущее. Тельцы. Гороскоп советует тельцу позаботиться о здоровье близких людей. Возможно, что кому-то из них потребуется экстренная помощь. Близнецы. Отменный в плане любви и романтики день ждет близнецов. Ваша природная общительность пойдет на пользу. Раки. У рака все сложится, как он мечтал. Никто не останется равнодушным к вашим талантам. Львы. Льву будет трудно найти общий язык с близкими людьми. И виной тому не противоречивый нрав, а банальная несдержанность. Девы. Благоприятно пойдут у девы финансовые дела. Но про долги не забывайте. С ними нужно разделаться в короткий срок. Весы. У весов все будет размыто и непонятно, особенно в рабочей сфере. Те задания, которые получили от шефа, покажутся жутко скучными. Скорпионы. Гороскоп обещает скорпиону непланомерность в достижении целей. Вы хватаетесь за все подряд, не рассматривая процесс в перспективе. Стрельцы. Пора психически восстанавливаться. Так подумает стрелец и унесется. С друзьями развлекаться. Никакой сдержанности и контроля. Козероги. Если козерог даст волю мечтаниям, то они осуществятся. Нужно более легко смотреть на вещи, которые дают заряд энергии. Водолеи. У водолея чудесный день, но с легким оттенком грусти. Если обойти все острую иглы во взаимоотношениях с коллегами, то можно выполнить работу качественно и быстро. Рыбы. 22 июля для рыб окажется судьбоносным днем. Все, что искали, найдется. Это был звездный прогноз на 22 июля. Всем доброе утро. 22 июля. Отличный день для того, чтобы вспомнить, чем же он знаменит. Все верно. Например, сегодня отмечается Международный день бокса. Ура! Всем боксерам салют. А еще сегодня, в 1996 году, вышла замечательная игра «Квейк». А в 1966 году родился советский актер и российский актер-сценарист, кинрежиссер Иван Хлобыстин. Поздравляем, знаменитый доктор Быков, если вы вдруг забыли, кто это такой. Но всех событий мы не перечислим. Все остальные события перечислит Алексей Власов в рубрике «Тот самый день». Доброе утро. Исторические события того самого дня расскажу для вас я, Алексей Власов. В тот самый день, 22 июля 1795 года, премьерой оперы Осипа Козловского на слава Потемкина «Взятие Исмаила или Вельмира Исмелон», в имении графа Николая Шереметьева открылся театр-дворец Останкина. Театр занимал во дворце центральное место. Во время приемов, проходивших в Останкино, после спектакля в том же зале давался бал, а затем следовал ужин в египетском павильоне. Домашний театр графов Шереметьевых был знаменит на всю Россию. Театральная труппа, состоявшая из крепостных Шереметьева, насчитывала до двухсот актеров, певцов и музыкантов, что позволяло ей успешно соперничать с императорским театром. Ее репертуар включал более сотни опер, комедий и балетов. В настоящее время Останкино – единственный в России театр 18 века, сохранившись сцену, зрительный зал, гримировочные комнаты и часть механизмов машинного отделения. В тот самый день, 22 июля 1951 года, с полигона Капустин-Яр стартовала геофизическая ракета Р-1В на высоту до 100 километров. Ракеты и комплексы, выводимых в космос аппаратов, свое предназначение выполнили. Получен ряд данных о состоянии первичного космического излучения и о процессах взаимодействия первичных космических частиц произведено измерение атмосферного давления на высотах до 100 километров. Определен состав воздуха на высотах 70-80 километрах, данные о скорости и направлении движения слоев атмосферы на высотах до 80 километров. Проведены испытания модели крыла на больших высотах, и там же была определена сила трения при сверхзвуковой скорости. Была доказана выживаемость животных на высотах до 100 километров без нарушения физиологических функций. Первыми собаками-космонавтами, достигнувшими условной границы земной атмосферы и космоса, и вернувшимися живыми из космоса, были дызик и цыган. В дальнейшем Сергей Королев раздавал их потомство своим знакомым. В тот самый день, 22 июля 1930 года, колхоз Центр СССР ввел систему трудодней для оплаты труда колхозников. Трудодни были введены в колхозы для того, чтобы воплотить в жизнь социалистический принцип распределения доходов по труду, избежав уравниловки. В системе трудодней учитывалась и разница в сложности работ. Так за один день колхозник мог заработать от 0,5 до 4 трудодней. Наиболее выгодными оказались административные должности. Трудодни просуществовали до середины 60-х годов, когда в колхозах была введена ежемесячная денежная оплата труда, рассчитывавшаяся без опоры на трудодни. На сегодня экскурс в историю подошел к концу. В эфире был тот самый день и я, Алексей Пласов. Вот мы узнали, чем уже этот день был знаменит в истории. А теперь пора писать свою собственную историю и запомнить этот день тем, что куда-нибудь сходить. Например, куда? А вот куда сходить как раз мы сейчас и расскажем. Точнее не мы, а корреспондент в рубрике «Куда пойдем». Ура! Всем доброе утро! Это афиша на 22 июля. Выставка «Виды Старой Вятки». В выставку включены три фотоэкспозиции. Фотоэкспозиция «История библиотеки в лицах», «Герценка-2018», выставка «Фотография сознательных мероприятий», фотоэкспозиция «Виды Старой Вятки» и многие другие. Посмотреть выставку можно будет в библиотеке имени Герцен, начиная с 10.00. Стоимость билетов уточняйте у организаторов. Выставка «Вятские народные художественные промыслы от истоков до современности». Богатейшая коллекция «Вятских народных художественных промыслов» комплектовалась с основания Кировского областного краеведческого музея. Этот золотой фонд сейчас представляется в новом формате в Большом выставочном зале «Диорамы». Все предметы экспозиции подлинны и являются бесценными образцами «Вятских народных художественных промыслов». Посмотреть выставку можно будет в «Диораме», начиная с 12.00. Стоимость билетов уточняйте у организаторов. Стендап-концерт Антона Борисова. Один из основателей стендап-движения в России Антон Борисов выступит с концертом в Кирове. Представитель питерского юмора, участник таких шоу, как «Смек без правил», «Убойная лига», «Камеди батл», «Камеди клаб» и многих других. Место проведения – «Фабрика 3.0». Стоимость билетов от 800 рублей. Это была афиша на 22 июля. Всем доброе утро. Это было бодрое утро четверга, 22 июля. К сожалению, шоу «Разбудильник» подходит к своему логическому завершению, но мы никогда не прощаемся. Нет, потому что завтра и потом в дальнейшие по будним дням мы всегда будем вас приветствовать, радовать, веселить, в общем, делать все для того, чтобы ваш день начинался хорошо и ярко. Это утро с вами встречали Николай Захарченко и Юля Руш. А также, если вы вдруг что-то пропустили, вы можете заходить в наши социальные сети. Там всегда много информации. Это ВКонтакте, Ютуб, Инстаграм и ТикТок. Да, еще вы можете в Фейсбук заглянуть, там тоже классно. Ну, кстати, да. Поэтому, друзья, заходите во все наши социальные сети, смотрите «Девятка ТВ» постоянно, тем более, что после нас что? Беру новости. Да, Витча. Да, Витча, наша любимая, потрясающая новостная рубрика. Всем хорошего настроения, всем хорошего дня. Пока. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!